Друзья, сегодня хочу представить вам ролик нашего друга Константина Косичкова, музыканта известного в прошлом и сегодня, который буквально как бы переродился, что ли, я даже не знаю, какой термин подобрать. И новый ролик называется, Марк? Сара. Сара. Снимал его не менее талантливый режиссер Сергей Вельбовец, который сейчас тоже живет в Канаде, да, эмигрировал. Да, да. Всем известный канал Invictory или портал, вот, и ролик основан на реальных событиях. Расскажи пару слов об этом ролике, потом мы с удовольствием посмотрим этот клик. Ну, песню написал Костя Косичков, вот, называется Сара. Вообще, Костя потрясающий человек, очень интересный человек, очень творческий человек с большой буквы. Вот, и он написал песню Сара. И так интересно получилось, что к этой песне оказался реальный персонаж. Это Мария Алексеева, допустим, которая родила ребенка, которому не давали возможности родиться из-за того, что он был слишком маленький. И он выжил, то есть такое бывает раз там на миллион, один раз на миллион. Вот, то есть часто абортируют таких детей. Вот, но это его выносили, то есть медицина его выносила. Вырос абсолютно нормальный ребенок. То есть как раз вот эта Мария, она там снимается в главной роли Сары. Вот, и смысл там такой, что как бы нерожденные дети, там вначале такая немножко мистика, то есть запустение мистика, и потом находится ребенок, который родился. Я думаю, что Сергей и Костя, они лучше, скажем, опишут эту идею, потому что там огромное количество всевозможных прототипов и так далее. Но сама суть, что это реальная история, которая говорит, да, нужно бороться за жизнь. То есть жизнь это хорошая вещь, за нее нужно бороться, нужно сражаться, нужно делать то, что мы можем делать. И вот у разных бывает людей обстоятельства. Эта история потрясла тогда, там миллионы просмотров были? 15 миллионов, да, 15 миллионов просмотров. Называется «Чудо-ребенок», да, «Чудо-ребенок», что вот такое, то есть он родился, по-моему, 27 недель, да, или сколько там, в общем, и что такое вообще возможно, что такой маленький ребенок родился, и он выжил, да, то есть вырос нормально. Сейчас несколько лет уже, допустим, Иванка, девочка, здесь несколько лет уже. Вот, и ну это как бы про жизнь, это про жизнь, это про то, что не надо сдаваться. Друзья, давайте посмотрим этот клип, имеющий уши да услышит, еще добавлю, а имеющий глаза да увидит, то, что режиссер хотел сказать нам в этом клипе. И скоро ждем на нашем канале Сергея Вельбовца в интервью в нашей студии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торзок 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров 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 А.Кулакова И потом у него был определенный не очень активный период. Но что произошло в этот период? Он становился учителем. То есть Костя для себя открыл, что он, оказывается, хочет быть учителем в школе. Он пошел учиться и проделал этот карьерный путь, как стать учителем. Я получаю огромное количество удовольствия, что он учитель. И параллельно у него начался новый сезон в его христианском творчестве. И вот мы говорим с Костей, Костя, что твоя музыка, она не просто сейчас. Даже та музыка, которую ты перепеваешь, не говоря уже о новых песнях. Это все то, что ты пережил тогда, в 90-х, в нулевых. Но оно все взвешенное, пережитое, проверенное. Знаешь, как вино, которое устоявшееся. И оно выдано уже с глубиной силой жизни. Я говорю, представляешь, все, что ты пережил тогда, оно было честно, было правильно. Но сейчас оно проверено, и оно суперчестно и суперправильное. И в этом есть вдохновение для многих других музыкантов. То есть я вижу, что как многие музыканты, которые выросли на его музыке, они вновь берут гитары, они что-то там начинают интересное делать. То есть это такое, это очень заразительное. И еще хочу добавить, что есть такой интересный человек рядом с нами, Дима Ткаченко. В свое время, по-моему, в 89-м году он был чемпионом Советского Союза по брейк-дансу. Он пел в группе «Маранав», по-моему, один из основателей ее был, если я правильно помню. Человек с сумасшедшей пластикой. То есть ему уже там за 50 лет, но он свежка, как гурчик. То есть он в такой чудесной форме, вот у него начался тоже такой новый осознанный период в его творчестве. То есть мы сделали несколько видео с ним. И вообще здорово, когда человек, он не потерялся где-то, он что-то пережил и понял, что это здорово идти дальше. Это здорово открывать себя заново. То есть это огромная жизненная сила, огромная жизненная энергия. Вновь и вновь открывать себя, делиться с собой и видеть, что есть для тебя будущее, есть возможность, и ты не боишься их использовать. Спасибо, Марк. Спасибо за клип, за ребят, за представление. И ждем, конечно, всех у нас на канале. Благослови всех, Господь. Спасибо. Продолжение следует...